Здравствуйте! Вести Хакасия на телеканале Россия. В ближайшие 20 минут мои коллеги и я, Елена Крылова, расскажем о главных событиях в регионе. В этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главой региона избран Виктор Зимин. За него свои голоса отдали более 63% жителей республики. Подробно о расстановке политических сил в репортаже Олеси Калиниченко. В Хакасии правом голоса воспользовались чуть больше 124 тысяч человек, что составило 37,77% избирателей. В республике выбирали главу региона, Верховный совет, три города, избрали мэров. В ряде районов, глав муниципальных образований и местных депутатов. На пост главы Хакасии претендовали шесть кандидатов. По предварительным данным, победу в выборах одержал Виктор Зимин. За него проголосовали 63,41% избирателей. На втором месте представитель партии ЛДПР Виктор Соболев – практически 10%. За Игоря Чунчеля от КПРФ свои голоса отдали 8,66%. В выборы Верховный совет республики и 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, преодолели четыре партии из восьми. На первом месте – Единая Россия, более 46% голосов избирателей. Вторую строчку традиционно занимала КПРФ, но в этот раз уступила место либералам. У ЛДПР – 16,55%. На третьем месте по числу голосов КПРФ – практически 14,5%. И четвертую строчку заняла партия Коммунисты России, набрав 6,44% от общего числа избирателей. По количеству мандатов распределяется, вы знаете, 25 мандатов. По количеству мандатов Единой России в настоящий момент досталось бы 14 мандатов, ЛДПР – 5, КПРФ – 4 и Коммунистам России – 2 мандата. 25 депутатских кресел распределяются среди кандидатов по одномандатным округам. Правда, на первом избирательном округе, скорее всего, итоги голосования будут признаны недействительными. В день выборов 8 сентября скончался Александр Туревич, кандидат депутата Верховного Совета от Единой России. Его фамилия была в бюллетене. Не зная, что человека уже нет в живых, люди за него голосовали. По первому округу он мог стать победителем, набрав более 38%. Официальных документов, которые бы подтвердили тот факт, который был обнародован средствами массовой информации, не поступало. Поэтому окружная избирательная комиссия в соответствии с законодательством подводит итоги голосования по данному избирательному округу. Как информация прояснится, будут получены официальные документы, соответственно, на основании этого будут приниматься решения о дальнейшей судьбе итогов голосования на данном избирательном округе. 8 сентября градоначальников выбирали в трёх городах Хакассии. В Абакане уверенную победу одержал Николай Булакин. За него проголосовали без малого 82% избирателей. Сохранил кресло и действующий глава Саиногорска Леонид Быков набрал более 40% голосов. На выборах в Абазе горожане не были столь единодушны. Из семи претендентов голоса практически поровну распределились между тремя кандидатами – Николаем Байбородовым, Юрием Кистановым и Александром Дороховым. В итоге победу с перевесом в 38 голосов одержал Николай Байбородов. Олесь Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакассия. Эта ночь для многих регионов России прошла за подсчётом голосов. Премьер-министр Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции провёл совмещание с лидерами региональных отделений «Единой России». В ней участвовала и Хакассия. В республике на момент связи с Москвой было далеко за полночь. И уже были известны предварительные итоги голосования. Дмитрий Медведев отметил, практически во всех регионах, где прошли выборы глав, кандидаты получили необходимое количество голосов. Особенно премьер порадовался результатами в Хабаровском крае, Иркутской области и Хакассии. У вас действительно ситуация такая, что выборы были во все уровни власти. Это, наверное, сложнее, но, с другой стороны, что называется, сразу отмучились и можно заниматься выполнением основных задач, которые стоят перед регионами. Поздравляем, потому что в целом результат, по-моему, достигнут весьма неплохой успех. Большинство жителей Хакассии сделали свой политический выбор накануне, а вот некоторые избиратели голосовали и вовсе за несколько дней до 8 сентября. Речь идет о населении из труднодоступных и отдаленных территорий. Ольга Стельмах увидела, как проходят большие выборы в маленькой деревне. Отложить домашние дела и проголосовать. Жители Алла Аев впервые выбрали кандидатов раньше единого дня. Лишь в эту избирательную кампанию небольшое село Аскизского района добавили в число населенных пунктов досрочников. Раньше урну для бюллетеней привозили всего на несколько часов. Это было не совсем удобно, потому что за определенный промежуток времени количество избирателей недостаточно, не успевают и многие другие причины. Вот на этот год у нас досрочное голосование. Удобно тем, что население села Айова может в любой момент прийти и отдать свои голоса. И нам тоже экономия времени. Население Алла меньше ста человек, а в основном пенсионеры. Это еще одна из причин, почему сельчане делают выбор в числе первых по республике. Впрочем, такой активности позавидуют и городские избирательные участки. Уже за первый час проголосовал каждый четвертый житель. Ну как не голосовать? Обязательно. А кто же тогда будет? Кто-нибудь из 3% каких-то номеров, и все другие, значит, пройдет выбор. Надо положено голос отдать. Надо отдать. Это как правило у нас. Мы всегда своевременно, всегда никогда не пропускали такие вещи. Быстрее отголосовал, быстрее свободно. Сейчас я, например, на рыбалку уйду. Старожил села Нина Ивановна Сарожакова через три года отметит 90-летний юбилей. Выборы для пенсионерки больше, чем официальная процедура. Ведь в 70-е годы, еще в советское время, она сама искала поддержку у электората и знает, насколько важен каждый голос. Сама была депутатом областным. Тоже выбирали. Ну тогда хороших работников выбирали. Но теперь тоже хорошо выбирают самовольно, кто желает, кто достойно себя чувствует. Видят, что достойный лед, сможет ли работать, и выбирают. В Хакасии досрочно смогли проголосовать более 600 избирателей. Для этого в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах работали 13 избирательных участков. В Аскиском, Багратском, Таштыбском и Ширинском районах. Ольга Сельмах, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Всех тех, кто принял участие в голосовании, сегодня поблагодарил Виктор Зимин. Независимо от политических предпочтений. Дорогие земляки, спасибо всем, кто проявил активную гражданскую позицию и принял участие в голосовании 8 сентября. Выбор, который вы сделали, определит развитие Хакасии, республиканской столицы и других муниципальных образований на ближайшие несколько лет. Благодарю всех представителей, ведомств, служб, кто участвовал и обеспечивал законность и правопорядок на данных выборах. Особые слова признательности хотел бы выразить своим сторонникам, единомышленникам за поддержку партии «Единая Россия» и моей кандидатуры. Обещаю сделать все возможное, чтобы оправдать оказанное нам доверие. Я уважительно отношусь к выбору каждого избирателя и к мнению оппонентов, представляющих другие политические партии. Благодарю за конструктивный диалог в период выборной кампании и надеюсь на плодотворную совместную работу на благо родной республики и великой России. К другим темам. Адвокаты Саиногорской коллегии отказались защищать обвиняемых в аварии на Саиношушенской ГЭС. В Саиногорске продолжается крупнейший в Хакасии судебный процесс. Самоотвод взяли сразу несколько назначенных судом защитников. Напомним, в конце августа по настоянию потерпевших, помимо оплачиваемых адвокатов, за подсудимыми закрепили бюджетных. С одной целью избежать дальнейших срывов слушаний. Ранее они происходили из-за неявки основных защитников. Сегодня саиногорские адвокаты заявили, участвовать в нашумевшем процессе не могут, так как и без того загружены судебными производствами. Вдавалок отказаться от защиты необходимо и из этических соображений. Якобы каждый из них в разное время консультировал родственников погибших. Даже приводят доказательства, журнал обращения, вот только пострадавшие уверяют, за помощью не приходили и подписи не их. Ситуация дошла до абсурда. Первая запись датируется 21 августа 2009 года. Согласно документам, на прием к юристам обратилась мать погибшего сотрудника станции. Женщину в зале суда эти заявления практически довели до слез. В этот день тело ее сына извлекли из разрушенного машинного зала. Она никак не могла даже думать о какой-либо юридической консультации. Хакасия готовится к приему пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке. По предварительным данным известно, что уже в ближайшее время к нам в республику будут эвакуированы около 70 человек. 60 из них дети, которые будут размещены в республиканском центре социальной помощи в поселке Майна. Остальные люди пожилого возраста, для которых в Абаканском пансионате ветеранов уже готовят комнаты. Еще 20 прибудут, возможно, месяцем позже. Мы подготовили помещение, комнаты со всеми удобствами для их размещения. Я думаю, им здесь будет комфортно. Мы будем рады их принять, помочь им можем. И, конечно, согреем свои заботы, теплом, вниманием. Задействованы в размещении людей будут и медицинские учреждения, к примеру, участковая больница в Алтайском районе, а также образовательные. Училища и техникум Хакасии готовы принять, в том числе на обучение, больше 200 молодых людей. Для тех, кто нуждается, планируется организация санаторно-курортного лечения. В центре Абакана пассажир свадебного кортежа открыл стрельбу. В полицию позвонили испуганные прохожие. По словам очевидцев, кортеж двигался по улице Щетинкино в сторону Пушкина. В районе гостиницы Хакасии один из пассажиров открыл стрельбу в воздух. Оперативники задержали японский внедорожник на 425-м километре трассы М-54. За рулем машины оказался 23-летний молодой человек в салоне пассажиры. Один из них, 25-летний житель Абакана, и открыл стрельбу в городе. Обошлось без пострадавших. Разрешение на хранение оружия у молодого человека было. Между тем, он нарушил административный кодекс. Было составлено два административных материала за мелкое хулиганство, а также за стрельбу в неустановленном месте, в данном случае в населенном пункте. За мелкое хулиганство ему грозит максимум до 15 суток ареста, а за стрельбу в черте города до 50 тысяч рублей штрафа с конфискацией оружия. Добавим, что оружие и патроны у нарушителя порядка были изъяты. Кроме того, в целях безопасности полицейские на время лишили оружия и еще одного пассажира свадебной машины. И еще одно громкое преступление в Абакане. Сегодня утром прямо на оживленной улице ограбили кассира. У сотрудника магазина отобрали сумку, в которой было более чем 3,5 миллиона рублей. Пока полицейские не разглашают подробности преступления, в интересах следствия держится в секрете название фирмы и число нападавших. Известно лишь то, что все произошло на улице Торосова, и сотрудники предприятия не в первый раз носили такие крупные суммы просто в сумках без охраны. Сейчас по этому инциденту проводятся все необходимые оперативные действия. На следующей неделе жителям Абакана придется терпеть коммунальные неудобства. С понедельника у нас снова отключат горячую воду. Теплоэнергетикам это необходимо для того, чтобы подключить трубопровод нового энергоблока к действующим коммуникациям. Это сложная работа, ее обязательно нужно сделать до холодов. Котлы будут остановлены на 9 дней с 8 часов 16 сентября по 24 сентября. Горячую воду дадут в полночь. За это время теплоэнергетики также планируют окончательно подготовить коммуникации к зиме. Добавим, что пуск нового энергоблока запланирован на первое полугодие 2014 года. Школьники из разных уголков Хакасии собрались в Абакане, чтобы представить свои научные открытия. В городе состоялась научно-практическая конференция «Кызласовские чтения». Из первой школы Абакана Наталья Гармашова. Новый учебный год только начался, а этим ребятам уже предстоит выдерживать серьезный экзамен, принять участие в научно-практической конференции. В числе экзаменаторов не только учителя, но и преподаватели вузов. Это значит, оценка выступления будет максимально объективной. Я хочу, чтобы вы, наше светлое будущее, каждый год приходила к нам в школу со своими научными достижениями и наградениями. Мы всегда гордимся вами. Шестиклассница Настя Власова, специалист в области математики, уже второй год участвует в «Кызласовских чтениях». Сегодня будет рассуждать на тему развития математического образования в России. Математика не стоит на месте, то есть она все продвигается и продвигается, и продвигается. То есть ей обязательно нужно знать историю математики, потому что не зная прошлого, мы не будем двигаться в будущее. Полина Ефименко, ученица седьмого класса Абаканской гимназии, представила работу в секции общества знаний и права. Тему для исследования выбрала достаточно серьезную – молодежное суицидальное поведение. Это вызвало заметное удивление у членов комиссии. Я смотрю телевизор, читаю газеты, и очень часто мелькает то, что несовершеннолетние кончают жизнь самоубийством. Мне стало интересно, почему же они это делают. В основу исследования легла и научная литература. Ее пришлось серьезно проштудировать. Это помогло составить вопросы для социологического опроса. Приведя социологический опрос в своем классе, я поняла, что теоретически в нашем классе есть люди, у которых могут возникнуть мысли о суициде. И поэтому хочу сказать еще раз – не совершайте глупости. Из 155 ребят комиссия определила 23 сильнейших, по одному в каждой секции. Достойно выдержала испытания, заняла первое место и Полина Ефименко. На память об участии в конференции останутся грамота, книга и положительные эмоции. Латалья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова